Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала улправда.ру. Это проект Кухня, и с вами я, его ведущая Наталья Медончева. Сегодня мы в гостях в ресторане Пластов и говорим об авторской кухне. И моей сегодняшней собеседницей является Алена Солтова, совладелица. Алена, здравствуйте. Добрый день. Алена, насколько я знаю, в Ульяновске у нас не так много ресторанов с авторской кухней. Что же это все-таки такое? Мы решили удивлять наших гостей традиционные европейские славянские рецепты, но в авторской подаче. Авторами являются, тут союз авторов, можно сказать, наши бренд-шеф. Это из Санкт-Петербурга, из Москвы, а также наш шеф-повар. Ну, я и Татьяна, мой совладелец. Алена, скажите, это получается, у вас рецепты не из интернета, не какие-то традиционные. Вы придумаете все сами? Конечно, мы раз в несколько месяцев приглашаем наших бренд-шефов, которые ездят, учатся, смотрят. Но все-таки авторская кухня – это что-то новое для Ульяновска. И, может быть, вкратце расскажете, что это такое, и какое-то самое удивительное ваше блюдо, и, может быть, какую-то удивительную историю в создании этого блюда. Ну, вот что-то самое-самое блюдо, я даже затрудняюсь сейчас сказать, но могу добавить, что все блюда наши разработаны к винной карте. То есть мы всегда подбираем, какие блюда можно сочетать с тем или иным напитком. То есть без напитков у вас не получается? Нет, ни в коем случае. Нет, конечно, мы не настаиваем, но мы всегда предлагаем. Потому что изюминка нашего ресторана – это винная комната, которая была найдена совершенно случайно. Мы уже начали проводить ремонтные работы, демонтаж в данном помещении. А помещение, надо заметить, 1860 года. И те кирпичи, которые есть, присутствуют в нашем интерьере, это вот с тех самых пор. И мы, отрывая какой-то там лист ГВЛ, увидели нишу. И когда мы в нее вошли, там паутина, пыль, ну вот ничто иное, как винный подвал. То есть можно сказать, краеведческая находка. Да. Мы, когда делали ремонт, мы все время надеялись найти какие-нибудь тайники с монетами, немножко заработать. Сложно ли удивить Ульяновск в плане ресторанов, кухни? Вообще, вот как ульяновцы к вам идут, какой у вас контингент может быть? То, что наши гости очень продвинутые, молодые, успешные – это точно. Потому что все гости, которые к нам приходят, мы их всех встречаем. Я и Татьяна, мы работаем в зале, и мы всегда с ними общаемся, с этими гостями. И у нас не было еще ни одного случая какого-то неприятного. То есть у нас все воспитанные, культурные, развиты. То есть сами владельцы ходят с подносами? Да, мы сами ходим с подносами, мы забираем грязную посуду, мы предлагаем что-то выбрать, посоветовать. Мы работаем наравне с нашим коллективом. Даже скажу больше, когда мы немножко, я даже про себя скажу, ломаю какую-то процедуру, то ко мне подходит наш менеджер зала и говорит, «Алёна Владимировна, сейчас вы в моем подчинении, поэтому будете делать то, что я вам скажу». Сложно подчиняться своим же подчиненным? Нет. У нас работают профессионалы высокого уровня, и это всегда проще – работать с людьми, которые знают, что и как нужно делать. Не думаете ли вы, что работая в зале, вы как владелец, ломаете стереотип управления рестораном? Более скажу, что мы намеренно шли на этот шаг, и мы хотим сломать этот стереотип в нашем городе. В Европе это обычное явление, когда хозяева работают в зале и даже на кухне. Алёна, скажите, пожалуйста, вот улица Федерация, на которой вы находитесь, она очень хлебосольная. Сложно ли на ней вообще выжить? Нет. Нет. Мы когда искали место под наш будущий проект, мы именно хотели найти помещение на этой улице. И мы все здесь коллеги. И у нас такой синергетический эффект, что человек, если он запланировал поход в конкретный ресторан, его мало что может сбить. Но если человек не знает, что он хочет, он знает, что он может прийти на эту улицу, и он обязательно найдет местечко по вкусу и по духу. Поэтому мы здесь все немножко помогаем друг другу. Есть ли у вас в планах развития что-то еще новое, может быть, второй филиал, или что-то наоборот другое, совсем отличающееся от этого заведения? Нет. Пока мы не думаем, так как мы молодой ресторан, мы молодые рестораторы, и у нас пока задача поставить этот ресторан на высокий, качественный и стабильный уровень. Поэтому мы сейчас все наши усилия, нашу работу, энергию, мы, конечно же, направляем только сюда. Поэтому пока мы работаем здесь. Скажите, пожалуйста, Ален, а есть ли у вас такая функция в ресторане? Я не хочу все ваше меню, мне приготовьте, пожалуйста... Яишенку. Яишенку или блюдо, так скажем, из полярной совы, политое под драконьим соусом. Мы к этому тоже готовы. У нас программа позволяет собирать блюда, либо что-то исключать из блюд, потому что сейчас кто-то много придерживается правильного питания, здорового образа жизни. Также много людей, которые не едят мясо или еще что-то. Поэтому мы всегда можем предложить блюда максимально, ну, как доступное для гостя. Все возможно, абсолютно все. И тем не менее это будет авторским. Еще больше это будет авторским. Разговор об авторской кухне переходит в практику. Мастер-класс от шеф-повара ресторана Пластов Максима Максимова. А теперь меня шеф научит готовить очень вкусное блюдо. И это блюдо... Гриль-салат селядины с соусом Мальборо. Максим, это, я так понимаю, из вашего авторского меню? Да, из нашей летней странички. Что, приступим? Давай. Так, я тебя попрошу, наверное, скорее собрать микс-салат. Как это? Так, давай возьмем. И мы сюда нарвем Романа небольшими вот такими кусочками. А почему нельзя порезать? Мы нарываем и не нарушаем вкусовых качеств салата. Так, а я пока приступлю к приготовлению картофеля. Это молодой картофель. Мы предварительно отвариваем. Прямо оставляем в кожуре. Поэтому для молодого картофеля это нормально. То, что мы оставили в кожуре. И потом я обжарю это на сковороде гриль. И картофель тоже? И картофель тоже. Салат собирают все по-разному. Тут либо добавляют какой-то компонент, либо акцент делают на соус. Здесь сделан был акцент на соус. Именно почему Мальборо? Потому что мы добавили в классический винный уксус, выприли вино и туда усилили ароматику этого соуса. Вот, вяленые томаты я нарезаю мелким кубиком. Вот. Вяленые томаты мы добавим непосредственно в соус. Я приготовлю. Отлично. Собираем огурец. Дам или сам нарежу? Я думаю, огурец я нарежу сам, а там аточеря. Да, верю. Огурец мы нарезаем наискосок. Немного, да? Ну, вроде все привыкли. Так, так, так. Перекладываем его. И нарезаем еще вот так. Придаем форму нарезки первого, так называемого. Вот. Тебе я даю нож. Салат я пока забираю себе. И просто томаты черри мы разрезаем пополам. А сейчас мы обжарим картофель бэби и телятину. Тут у нас как бы нет температуры. Ждем, когда сковорода разогреется. Потому что если мы мясо положим не на раскаленную сковороду, мясо отдаст весь сок, как говорится. Должен схватиться, придать колер. Как бы запечатываем мясо, так называемое. Поэтому я добавляю обычное растительное масло. Добавляю тимьян. Просто когда мы жарим стейки или какое-то другое мясо, можно добавлять и розмарин, и тимьян. Тимьян мне в этом салате достаточно немного чеснока. Мы ароматику из травы и чеснока отдаем маслу. И после того, как она отдаст ароматику, мы приступим к обжарке основных ингредиентов. Пока у нас разогревается сковорода, мы приступим к приготовлению нашего соуса. Мы сюда добавляем оливковое масло. Так, немного добавим также масло из-под вяленых томатов. Добавим зернистую горчицу. Добавим непосредственно винный уксус. Чуть-чуть. Явно. Чуть-чуть. Вот уже у нас трава и чеснок начала передавать аромат. Это заправка? Это у нас заправка к этому салоту, да. Единственное, еще в конце потом добавим немного цедры лайма. Все. У нас этого достаточно, чтобы... То есть это не добавляется в салат? Нет, это не добавляется, мы только придаем ароматность, передаем ароматику этих компонентов, масла, все. Чтобы потом этот аромат перешел на, собственно, на продукт. Все. Единственное смазываем. Нам этого количества достаточно. Все, мы убрали. Так, все. Мы небольшую, называем, колер придали картофелю. Нам этого достаточно. Мы не должны его зажарить, потому что он у нас готовый. То есть картошечка должна быть золотистой? Да, слегка золотистой все. Этого достаточно. Все вместе нельзя пожарить мясо, картошечку? Или это уже будет рагу? Нет, не будет рагу. Я просто решил обжарить отдельно, чтобы не смущать, как бы, нахотелезрителей, да, то, что мы обжариваем сырое мясо вместе с картофелем. Все, мы это убираем. Наш картофель готов. Мы непосредственно приступаем к обжарке мяса. Это телядина. Это телядина. И единственный такой, как бы, небольшой лайфхак, если вы как заметили, что мясо я заранее просто нарезал, и все. Я его заранее не солил и не перчил. Вот. Почему, спросите вы, я вам отвечу. Вот. Чтобы соль, когда попадает на мясо, не забирала влагу у мяса, а было сочное после обжарки. Вот. И вот теперь мы можем, как бы, сейчас уже солить и перчить. Мы мясо, так называем, закрыли его, запечатали. Вот. И у нас сок не будет сейчас выделяться. Все. Мы убрали его сейчас. Солили. Все, нам этого достаточно. У нас здесь нарван салат. Единственное то, что мы можем, слегка сбрызнуть оливку маслом. Не заправляем соусом для того, чтобы салат не осел. Оливку маслу мы придаем небольшой блеск. Кладываем в микс салат. Раскладываем. Каотичные томаты. И сейчас мы можем добавить, как я сказал, немного цидры в салат. Все. Вот теперь наш соус полностью готов. Мясо зашло. Немного осталось внутри розовым, но мы же не пересушиваем. Сколько по времени занимает приготовление этого салата? Самое главное, как правильно подготовиться к этому салату, если мы отдаем его в течение 5-7 минут. Все. Сейчас мы заправляем. Все. Вот так вот. Все. И у нас салат получается сочный, вкусный и яркий. Если бы мы заправили все это заранее, то бы у нас на тарелке получилась вот такая вот, можно назвать, кучка, извините, изображение. Да. Это не упрощение. Это не упрощение, это тоже дополнение к салату, просто слайз редисы. Я нарезал заранее, да, и просто положил в ледяную воду. Медузу напоминает цветка. Пускай возит медуза. Все. Собственно, наш салат-гриль, салат с телятиной соусом Альборо готов. Если вам надоели примитивные салаты, вы можете приготовить вот такой замечательный салат, который называется гриль салат с телятиной соусом Альборо. С вами была Наталья Медончева и Максим Максимов. Всего доброго. Это проект Кухня. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok